История спасения за четверть века. На театральной площади Курска открылась фотовыставка «Ради жизни на земле», посвященная 25-летию образования МЧС России. До конца года экспозиция будет ездить по стране. Ее развернут всего в 10 городах России, один из которых Курск. Наша съемочная группа уже успела вглядеться в лица героев на снимках. На 44 фотостендах самые значимые события и крупнейшие чрезвычайные ситуации, произошедшие в стране и мире за последние 25 лет. На снимках и развитие службы. Вместе с ней растет оперативность, в оказании помощи сокращается количество пожаров. Но даже если рукава сухие, огнеборцы несут дежурство и готовятся к возможным трудностям. Мы имеем самую современную технику. Идет рост профессионального уровня личного состава, который выполняет задачи самые сложные, самые различные. Сегодня мы имеем аттестованных спасателей. Пожарный спасатель может и тушить пожары, и одновременно работать с гидравлическим инструментом. Это уже универсальный сотрудник. Это многостороннее министерство, где действительно проходили службы и проходят службы и военные, и сотрудники, и гражданские персоналы, которые необходимы для выполнения отдельных задач. Герои представленных фотографий вошли в историю благодаря вовремя остановленному мгновению. Но даже мгновение имеет свои временные рамки. В чрезвычайном ведомстве ценят каждую секунду, потому что это помогает выполнить главную задачу – спасти человека. Но и повседневная работа дорогого стоит. В городе Курске достаточно стабильная, нормальная обстановка, которая позволяет курянам трудиться, жить. Поэтому сегодня и областное управление, федеральная служба, управление ОЧС, ну и наше подразделение делают все, чтобы в городе Курске устойчиво функционировать системы жизнеобеспечения. Выставка будет работать до 29 июля. Все это время она открыта для свободного посещения. Кристина Кононова при содействии Пресс-службы главного управления МЧС России по Курской области. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова